Приветствую, друзья! 17 марта мы должны вернуть себе и всему российскому обществу надежду. Надежду на свободу, на справедливость, на лучшее будущее при нашей с вами жизни. Это тяжело, но возможно. И сделать для этого нужно не так уж и много. Просто прийти на участки для голосования 17 марта в полдень по вашему местному времени. Прийти к каждому, кому надоел Путин, каждому, кто против войны, кто против гибели сотен тысяч людей, каждому, кому противна коррупция и несменяемость власти, каждому, кого потрясла смерть Алексея Навального. Вместе нас очень много. Я бы сказал, что нас большинство. Просто большинство это разбито на меньшинство и никогда не проявляло себя скоординированно. Кремль в этот раз сделал все, чтобы лишить нас хоть какой-то возможности отдать свой голос за кого-то. Реальных оппонентов Путина не подпустили к выборам, изгнав из страны, посадив в тюрьму и даже убив. Независимые медиа закрыли, выдавили из страны, отобрали источники финансирования. До выборов не допустили приличных кандидатов, не допустили даже тех, кто вдруг мог стать приличным кандидатом. В списке для голосования остались старые, неприятные, малоизвестные и полностью контролируемые даже не кандидаты, а статисты. Результаты голосования плюс-минус известны до самого голосования. Путин нарисует под 80% голосов при 80% явке. Считать бюллетени, в общем-то, даже никто и не собирается. Означает ли это, что Путин победил, что сделать ничего нельзя, и нужно вообще сложить лапки и сдаться? Нет, не означает. Кремль уничтожил оппозицию в стране и все способы с законной сменой власти. Но у этой диктатуры есть уязвимость. Вы вообще задавали себе вопрос, а почему до сих пор проводятся выборы президента? Ну, все же видят, что на этих выборах не решается вопрос о власти. Ни один человек в России не предполагает, что мы проснемся 18 марта, а узнаем, что на выборах победил, например, прости господи, Дованков, и увидим передачу власти. Все знают, что и после выборов у власти останется Путин. Тогда зачем этот цирк? Почему просто не забить на сложную затратную процедуру всенародного голосования? И почему администрация президента так из кожи вон лезет, чтобы добиться каких-то безумных показателей по явке и голосам за Путина? Потому что голосование в электоральной диктатуре – это не выборы, это плебисцит. 17 марта Путин будет не избираться, а переподтверждать свою всенародную поддержку. Путинская диктатура, конечно, опирается на штыки. ФСБ, полиция, армия, СВР, ФСО, ФСИН, Насгвардия, МЧС, СКР, прокуратура, приставы. Перечислять устанешь, сколько их. Еще одна опора – это пропаганда. На это тоже не жалеют никаких денег и ресурсов. Я сомневаюсь, что внутри страны есть хоть какой-то информационный ресурс с охватом больше 500 тысяч, который бы не был так или иначе подконтролен Кремлю. Но не менее важная, чем штыки и пропаганда, опора режима – это легитимность. Путин не монарх, не помазанник божий, не лидер победившей революции или национально-освободительного восстания. Он пришел к власти на выборах, хоть и срежиссированных и нечестных. Он не может черпать свою легитимность где-то еще. Путинское право быть у власти, начинать войны и репрессировать противников формально проистекает из выборов. Мне можно все, потому что у меня есть мандат доверия от большинства населения. Вот так вот объясняет Путин. Конечно, на самом деле все понимают, что выборы нечестные, а цифры «за» не совсем настоящие. Но общее впечатление, что народ «за» Путина, и оно является общераспространенным. Сколько раз вы слышали соображение, что да, на выборах, конечно, мухлюют, но на полностью честных выборах все равно победил бы Путин. Эта точка зрения и является опорой режима. Возможно, даже самой важной опорой. Ведь те же силовики и пропаганда выполняют незаконные приказы власти, потому что уверены в легитимности Путина и его всенародной поддержки. Незаконные приказы нелегитимной власти, поверьте, выполнять было бы значительно опаснее для исполнителей. Такая власть, она сегодня здесь, а завтра нет. А отвечать за исполнение преступного приказа нелегитимного вождя кому-то придется. Есть ли на самом деле у Путина подавляющая поддержка населения? Мой ответ – нет. Больше – нет. Я мог бы тут привести кучу всякой социологии, мог бы показать, как косвенные вопросы даже в условиях диктатуры сигнализируют, что поддержка Путина далека от безусловной и всенародной. Не буду. Оставлю науку социологам, а вам приведу простой, понятный, хоть и очень горький пример. 1 марта в Москве прошли похороны Алексея Навального. Власть приложила невероятные усилия, чтобы минимизировать количество пришедших попрощаться с Алексеем. Задержки с выдачей тела, подавление связи, небольшая церковь, сокращенная процедура отпевания, полицейские кордоны, оцепление, а главное понимание, что каждый пришедший попрощаться реально рискует получить уголовное преследование. Мы все видели бесконечный поток людей к могиле. Мы видели город цветов. Все социальные сети были заполнены фотографиями, репортажами, посвященными Алексею и публикациями на эту тему. Прямые эфиры с прощания единомоментно смотрели сотни тысяч человек. Это сопоставимо с аудиториями федеральных каналов. И это лучшая социология неподдержки Путина. Лучшая потому, что миллионы людей отдали дань уважения и памяти главному публичному политику-оппоненту Путина. Лучшая еще и потому, что эту картинку с миллионами против Путина видели все. Ее невозможно утаить. Она бьет по легитимности Путина лучше, чем любые цифры и социологические опросы. Говори! 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 17 марта у нас будет возможность еще раз создать такую картинку. Если все, кто против Путина, придут к избирательным участкам ровно в полдень 17 марта. Это будет сильнейший удар по легитимности Путина. Кремль может нарисовать 146% за и явку в 120%. Но очереди к участкам в полдень 17 марта будут говорить сами за себя. Протоколы можно переписать. А вот картинку тысяч людей у участков скрыть от общества невозможно. Путинская легитимность базируется на общей уверенности в его поддержке. Но это миф. И нам под силу его разрушить. Разрушить в полдень против Путина. Поэтому 17 марта в 12.00 по вашему местному времени приходите к своим избирательным участкам. Вставайте в очередь на вход. И это будет очень важным действием, которое будет заметно. Ничего не бойтесь. Ведь вы просто пришли на голосование. Чувствуете в себе смелость? Наденьте элементы одежды в сине-белых цветах российского антивоенного флага. Это более заметно. Протест виден лучше. Хотя риск, безусловно, выше. В кабинке для голосования поступайте как велит совесть. Можете проголосовать за любого, кроме Путина. Можете испортить бюллетень. Моя рекомендация – впишите в бюллетень имя Алексея Навального. Считать голоса никто не будет. Но имя Алексея увидят члены избиркомов. Их больше полумиллиона. А значит, узнают об этом очень и очень многие. Если вы принципиальный сторонник бойкота, отстойте в очереди или рядом с участком. Не берите бюллетень, но участвуйте в политическом действии. Важно для всех. Снимайте очередь на фото или видео. И выкладывайте в сеть. Люди должны увидеть, как на самом деле много тех, кто против Путина. Ведь их большинство. В полдень против Путина мы не свергнем диктатуру. Не надо обольщаться. Мирно она уже не уйдет. Но то, что мы сможем сделать 17 марта, это с минимальным риском для участников максимально ослабить диктатуру. Сделать так, чтобы разрушить миф о всенародной поддержке сидящего 25 лет на троне автократа. Разрушить миф о легитимности. Нелегитимному диктатору гораздо тяжелее развязывать войны, устраивать репрессии, нарушать права человека. Поэтому полдень против Путина – это действие в интересах каждого. А еще полдень против Путина – это последний политический призыв Алексея Навального, который в прямом смысле отдал жизнь борьбе против этой диктатуры. И мне кажется, что выйти 17 марта в полдень к избирательным участкам – это хороший способ почтить память Алексея и показать, что его жертва не была напрасной. Счастливо вам! Увидимся в полдень против Путина.